По Форду не знаете, где их собирают? Наша тоже производство, нет? Илья, а вот не этот грузовик был признан, по-моему, в 2018 году грузовиком года. Так это все-таки не у нас собирается? Все мы знаем, что водители пользуются сменной обувью, соответственно, внутри машины... Да, тапочки тут обычно стоят. Девушек с собой привозите или нет? Мы все привозим с собой. Девушки тоже производства Форда. Это, если я понимаю, Форд, который был признан грузовиком года в 2018 году. В Форде мы еще не сидели, пойдем начнем с кабины, пока там место... А, уже не свободное место. Дергай на себя сильнее. Пойдем. О, знакомые мужики. Аж приятно по... По одним и тем же местам ходить. Да, а что нет-то? По Форду не знаете, где их собирают? Наша тоже производство, нет? Не знаем этого. Не знаете, да? Ну, это уже другой, конечно, автомобиль другого уровня. 80 тысяч евро у него стоимость. Это сколько в рублях-то получается? Почти 6 миллионов. За 6 миллионов... Что за 6? Нормальная цена, наверное? Нормальная? Тоже две полки, много ящичков. Вопрос пока не забыл, машины-то у нас уже собирают или нет? Вот эта машина, это сборка автотор, это производство, завод в Калининграде находящийся. В Калининграде, да. У нас в Калининград вообще Детройт отечественный, да? Калининград и Питер. Все грузовики там собирают. Ну, почему? Есть Ульяновский, есть Набережные Челны, есть Калуга, Ульяновский. Насколько я знаю, Судзу собирают. Судзу, да? Ну, в Набережных Челнах, понятно, Мерседес, КамАЗ, да? Да. А в Калуге у нас Вольво, Вольво собирают. Ну, расскажите про машинку вкратце. Вкратце, это новинка на нашем рынке, на российском. Машина получила новую кабину, новый мотор, новую, в принципе, силовую линию. Разработана была под эту платформу, под эту машину новая платформа. Интегрирована у нее мотором 13 литров объемом, 500 сильная версия. Стоит трансмиссия ZF последнего поколения с функцией качения. А что это значит? То есть позволяет водителю при нажатии кнопки машину раскачивать, если он где-то подзастрял в зимних условиях, например, либо где-то на скользком покрытии. То есть это робот, да? Роботизированный, но можно раскачивать. Ну и по укомплектации машина очень хорошо укомплектована. Это два спальника, две печки, два бака, кондиционер, холодильник и множество дополнительных вспомогательных функций, которые облегчают вождение водителю, как тот же самая функция качения, функция помощи притрогания в гору, поворотинг так называемый. То есть динамический разгон. Ну и система гибридного торможения, моторный тормоз задействует, которая и позволяет экономить колодки. Машина также оснащена датчиком нагрузки на войс, датчиком износа колодок. А моторный тормоз, это простое закрытие колодок? Это выпускного коллектора или что-то по-другому как-то реализовано? Нет, реализовано по-другому. Это кулачковый привод на распредвалу. То есть это механическое воздействие на всю механическую часть внутренности мотора. То есть не совсем понял. Поджимает распредвал и, соответственно, не позволяет раскручиваться моторов до высоких диапазон. Ну, распредвал же такой элемент достаточно, как бы, ну, с тем же коленвалом, он же меньше. Меньше, да. Проще коленвал тогда поджимать. Это привод клапанов, соответственно, у вас путем этого механического воздействия идет регулировка впрыска, выпуска. Поэтому, соответственно, мотор не задушивается именно путем воздушным, да, как это происходит на некоторых моделях у конкурентов. Ну, на Мерседесе, допустим, на последних моделях, там, по-моему, воздух в цилиндры закачивается компрессором для того, чтобы торможение происходить. Не знаю, как реализовано на Мерседесе, могу вам только по нашей системе ответить. Вот, поэтому, распредвал зажимается кулачковым приводом, соответственно, это не позволяет мотору, еще раз повторюсь, раскручиваться до высоких диапазонов, соответственно, либо набирать обороты, когда машина едет под дорогу. Илья, а вот не этот грузовик был признан, по-моему, в 2018 году грузовиком года? Какая-то из моделей Форда, я читал. Вы знаете, в этом смысле мы получили дважды эту премию. Во-первых, это было на международной выставке в Ганновере в прошлом году. Там машина была, в принципе, представлена европейским потенциальным покупателем. И буквально позавчера здесь, в России, уже мы получили звание лучшего грузовика года, еще и, соответственно, на нашей российской территории. Вот у нас вот там вот стенд, если посмотрите, там представлены эти вот две награды. А по каким статусам, как бы, выбирается лучший грузовик? Ну, во-первых, уже жюри, это, если мы говорим про международную выставку, это сообщество журналистов, либо специалистов в технической сфере именно грузовых перевозок, грузовых автомобилей. Есть определенный набор функций, по которым они рассматривают новинки, либо же какие-то машины, которые вновь представлены. И, соответственно, кто набрал больше баллов, тот и получает. А сколько вот эта машина стоит? Цена этой машины в розницу 79 тысяч 900 евро. В руках сколько будет? В зависимости от курса примерно 5 800-5 850 и так далее. На сегодняшний день мы реально предлагаем на рынке наиболее сбалансированную машину по техническим эксплуатационным характеристикам и при этом присущен демократичницу. В данном случае то, о чем мы говорим о Ford F-Max, это машина европейского производства со всеми вытекающими в плане требований к европейскому изготовителю. Так это все-таки не у нас собирается? Производится машина в Турции. Дальше сборочное производство находится в Калининграде на заводе Автотур. То есть здесь локализации нашей нет отечественной? В плане изготовления деталей нет. То есть это получается, по сути, турецкие комплектующие, если из Турции приходят? Да, есть комплектующие, которые производят известные изготовители. То же самое, например, тормозная система ВАПКа. В основном, конечно, если вы обратите внимание, даже задний мост или подушки, они все имеют в производстве принадлежность к Ford Trax. Интересную особенность заметил. Оль, пойдем покажу. Стояли в стороне. Нет, с этой стороны. Интересный момент. Я ни у кого, может быть, не обратил внимания. Вот уплотнитель, который закрывает именно подножку. То есть я когда вдалеке смотрел, то есть вот уплотнитель получается дверного проема, а здесь уплотнитель, который закрывает последнюю подножку. То есть теоретически вот сюда грязь попадет, здесь всегда будет чисто. Здесь всегда будет чисто, да. Это одно из преимуществ, которые водители постоянно об этом говорят. Очень удобно, потому что все мы знаем, что водители пользуются сменной обувью. Соответственно, внутри машины... Тапочки тут обычно стоят. Они могут, да, хранить, и у них останутся в чистоте и в порядке. А это только у Форда есть или нет? Или еще у кого? Я просто не обращал внимания, но, может быть, вы знаете. Не могу точно сказать, но знаю точно о том, что именно у нашей модели люди, многие на это обращают внимание, именно как одно из преимуществ. По ходовой, по двигателю, по трансмиссии какие-то особенности есть перед конкурентами? Ну, во-первых, конечно, поскольку эта разработка более современная, чем у наших конкурентов, машина получила более современные технологии в плане производства мотора, как-то, например, мокрые цилиндры, шестеренчатые... А что значит мокрые цилиндры? Мокрые цилиндры, которые дополнительно охлаждаются потоками масла. Масло? Да. Интересно. То есть обычно же охлаждение это, ну, ТАСОЛ, да, система охлаждения двигателя, водяная, по сути? А здесь еще масло циркулирует? Да, в принципе, внутри мотора. Вообще, в принципе, если мы говорим об охлаждении, здесь уникальная рубашка охлаждения, потому что машина изначально строилась не только под российский рынок, но и страны Африки, там, Ближнего Востока и так далее. Поэтому большой радиатор, если об этом говорить. Ну, и, в принципе, здесь достаточно много новинок, которые где-то отсутствуют у конкурентов. Конечно, мы идем по пути стандартному, то есть есть набор поставщиков надстроек, с которыми мы готовы работать. В данном случае Ford может предложить достаточно большой модельный ряд в плане, как шасси с различными колесными формулами, начиная от стандартных 4х2 и так далее, и заканчивая моделями 8х2, 6х2 с подъемными осями. Ну, есть выбор в плане колесных баз, есть выбор спальных кабин, либо дневных кабин и так далее. Интересная машина. Вообще, очень много новинок здесь на выставке представлено. Выставка, на самом деле, не совсем плохой вариант. И для тех, кто выставляет свою продукцию, особенно для покупателей, можно в одном месте увидеть. Очень-очень много интересного. Оля нам показывает. Вы что, стоите на фоне МАЗа рекламируем? Да, да, на фоне... Можем тогда с передней части пройти, чтобы это было более длинное. А мы девушкой, у нас красивая. Да, девушкой. Вы девушек с собой привозите или нет? Мы все привозим с собой. Девушки тоже производство Форда. Нет, почему? Девушки у нас производство, каждый у своей мамы, папой, с папой. Ладно, шутим. Спасибо огромное за информацию. Сейчас мы пойдем дальше знакомиться с техническим директором, да? Да. С удовольствием вас познакомлю. Вы подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok